3 июня в Екатеринбургском ГИФСе состоялась 22-я отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которой, естественно, присутствовали и делегаты от Артемовского городского округа. У нас делегация от Артемовского городского округа, от местного полицовета, была в составе четырех человек – Ольга Борисовна Кузнецова, Константин Михайлович Трофимов, Темченков Сергей Борисович и Константин Угланов. Это старший мастер БМЗ. Мы принимали активное участие в этой конференции, в течение всего дня конференция была. Конференция очень представительная, помимо делегатов на конференции были приглашены у нас и гости. От нашей территории члены полицовета, активные активисты партии участвовали в этом мероприятии. Это достаточно интересный и полезный форум для всех партийцев. Конечно, значимость этой конференции очень велика, потому что мы стоим на пороге выборов федерального собрания. Как уже было заявлено на конференции, что состоятся и выборы в областную думу также в декабре. То есть, вот такие знаменательные события будут у нас в ближайшем будущем. Ну и, конечно, это выборы в марте 2011 года президента Российской Федерации. На конференции выступил с докладом о текущем социально-экономическом положении губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин. Александр Сергеевич очень обстоятельно дал характеристику и анализ существующей ситуации. И были обозначены определенные задачи для партийцев о том, как надо работать для того, чтобы улучшить, качественно улучшить жизнь населения всей Свердловской области. Главная цель – это человек, улучшение его жизни. Поэтому здесь Александр Сергеевич четко определил те задачи, которые мы должны решать. У нас с вами единая цель – работа на благо Свердловской области и Уральца. У нас с вами нет более весомой и более важной оценки деятельности, чем результат конкретных дел, направленных на дальнейший рост экономики. Нашего опорного края-державы, как мы называем Свердловской области. Повышение качества жизни людей. Упрощение доброй славы Свердловской области. Как края, где ценят людей не по словам, а по делам. Рассчитываю на дополнительный диалог и считаю, что нам есть, что обсудить. Конкретные дела, работа на благо людей всегда были сильной стороной Единой России. Работать с населением – это значит умение защищать интересы людей. Партия должна быть активной и более зубастой, если хотите. Особенно это касается местных отделений и низовых партийных структур. Разве местные власти никогда не ущемляли интересы людей? Почему роль защитников интересов трудящихся пытается примерить на себя оппозиции? Почему «Единая Россия» стала уступать в этом вопросе своей позиции? Я думаю, что здесь есть над чем подумать и вовремя откорректировать. Мы должны быть не партией чиновников, а партией наших граждан. Именно в «Единой России» люди должны видеть защитников своих прав. По словам Сергея Темченкова, Александр Мишарин в своем докладе осветил все вопросы и проекты, которые на данный момент решаются и осуществляются на территории области. Говорили о инвестициях, которые необходимо привлекать на территорию Свердловской области. Говорили о дошкольных детских местах в образовательных учреждениях, о зарплатах. Кстати, с 1 июня уже это состоялось. Есть нормативный документ. Работники социальной сферы будет увеличена зарплата. Это тоже инициатива губернатора и правительства на 6,5%. Это как бы праздник Дня социального работника. Говорили о доступном жилье. Очень интересная запускается программа о доступном жилье именно бюджетникам. Те люди, которые смогут, исходя из своей зарплаты, поучаствовать в этой программе. И, конечно, очень важно было, чтобы люди понимали политику партии и до людей через партийцев доводили то, что делается в региональном отделении, то, что делает губернатор, то, что делает правительство Свердловской области. Чтобы люди понимали. Очень важным вопросом Александр Сергеевич остановился на этом. И в дальнейшем мы его обсуждали. Это, конечно, инициатива нашего лидера, руководителя, председателя нашей партии Путина Владимира Владимировича. О создании Народного фронта на уровне региона. Сегодня уже более 400 общественных организаций вошли в его состав. В Свердловской области Народный фронт также наращивает активность. В региональном координационном совете Народного фронта представлены крупнейшие профсоюзные, ветеранские, молодежные, женские и другие общественные организации. Мы должны на основе стратегии 2020 создать народную программу партии и общероссийского Народного фронта, основанную на предложениях людей, общественных организаций, трудовых коллективах. Единая Россия должна стать организующей основой такого обсуждения. Об этом шел разговор, что все общественные организации, которые напишут заявление в состав Народного фронта, они потом будут участвовать, так скажем, полноправными партнерами в выборах в Федеральное собрание и в Региональное собрание Свердловской области. На уровне федерации определена уже квота по нахождению в списках Единой России по количеству руководителей и членов различных общественных организаций. И сейчас идет работа по областным общественным организациям. Вот здесь было сказано то, что через вот этих руководителей общественных организаций, через членов общественных организаций доводить до людей ту политику, которая пропагандируется партией и то, что делается на территории Свердловской области и на территории Российской Федерации. Отчет регионального политического движения был вторым вопросом в повестке конференции, о котором доложила Елена Чичунова, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Было тоже четко обозначено над теми проектами, которые работает партия, это проект здоровья, это управдом и так далее. Те проекты, которые предполагаются в дальнейшем реализовать на территории Свердловской области, доклад тоже такой насыщенный, конкретный и были поставлены конкретные задачи в дальнейшем по работе партийных организаций на местах. Касаясь ближе вопроса о партийных проектах, стоит отметить, что на выставке, посвященной им, которую посетил Александр Мишарин, о ходе реализации пилотного проекта «Управдом» губернатору области доложил Игорь Бабкин. Одной из основных целей данного проекта является оптимизация платежей граждан за услуги ЖКХ, а также повышение качества их предоставления. Также, по словам Сергея Темченкова, после выступления руководителей региональной контрольно-ревизионной комиссии, члены конференции перешли к рабочим моментам. Это выборы нового регионального полицовета и выборы президиума регионального полицовета. В наш областной региональный полицовет выбран Константин Михайлович Трофимов, наш секретарь местного отделения партии, там более 100 человек, и выбран президиум. Президиум выбран в количестве 30 человек. Из состава президиума уже и из состава областного регионального полицовета был выбран секретарь. Секретарем снова выбрана Елена Валерьевна Чучунова, то есть на два года она будет заниматься вот этой работой по поручениям регионального политического совета. Также выбраны руководители контрольно-ревизионной комиссии, и в конце были подведены итоги работы по всем направлениям. Конференция достаточно продолжительная, делегаты работали вот в этом замечательном во дворце игровых видов спорта, а после того, как начались вот такие рабочие моменты на конференции, гости перешли в космос, и там для них был продемонстрирован фильм «Брестская крепость». Закончилось все это в районе где-то 7 часов вечера. Вот основное, что состоялось на конференции, после конференции мы получили такой заряд определенный на дальнейшую работу. Буквально вот вчера я был в региональном полицовете уже, в общественной приемной, и получил документы по созданию на территориях вот таких филиалов Народного фронта. Это заявление, это бланк по характеристике той организации, которая посчитает нужным вступить в этот Народный фронт. Буквально на следующей неделе буду проводить консультативный совет общественных организаций партии, и мы будем эту проблему обсуждать, обсуждать декларацию, которую выходит Народный фронт на уровне России представителям общественных организаций, будем определяться здесь на территории по созданию этого Народного фронта. С учетом того, что мне поручили возглавлять общественную приемную сейчас Владимира Владимировича Путина на территории Артемовского городского округа, это как бы взаимодействие Народного фронта и общественной приемной. Поэтому вот такие у нас дела происходили буквально на той неделе, и сейчас мы на пороге подготовки к выборным компаниям, которые буквально через месяц-другой активно стартуют на территории Свердловской области. Несомненно, что работа по всем начатым партийным проектам будет и дальше продолжаться не только на территории Свердловской области в целом, но и в Артемовском городском округе в частности. Данная отчетно-выборная конференция показала, что члены партии «Единая Россия» не намерены останавливаться на достигнутом, а совместно с губернатором Александром Мишарином делают все возможное для улучшения жизни своих избирателей. Данная отчетно-выборная конференция